Добрый день, вы смотрите новости. С вами Владимир Токмаков и в начале выпуска коротко о главном. В летний сезон в Алтайском крае отдохнут около 10 тысяч детей. Смены пройдут в 59 загородных оздоровительных лагерях. Подготовку к оздоровительной кампании обсудили на заседании правительства региона. В СМИ появилась информация о закрытии некоторых автобусных маршрутов в Барнауле. Подробности в выпуске. 650 тысяч молодых деревьев в этом году высадили в регионе в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В летний сезон в Алтайском крае отдохнут около 100 тысяч детей. Смены пройдут в 59 загородных оздоровительных лагерях. Также свои двери откроют 840 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь. Подготовку к оздоровительной кампании обсудили на заседании правительства региона. Наличие такого количества лагерей позволяет нам в загородных организациях в среднем смену более 10 тысяч детей оздоровить и предоставить им возможность провести полезное лето. Если сравнивать с регионами, которые находятся в Сибирском федеральном округе, то мы по количеству лагерей находимся в пятерке тех, кто сохраняет данные лагеря на протяжении многих лет. Большинство лагерей начнут работу в первой половине июня. В них отдохнут около 36% детей региона. По этому показателю край находится в тройке лидеров в Сибирском федеральном округе, наряду с Республикой Алтай и Хакассии. На развитие лагерей из бюджета направят более 35 миллионов рублей. По-прежнему для родителей предусмотрены компенсации стоимости путевок. Половину стоимости путевок каждый родитель оплачивает сам, половину компенсирует краевой бюджет. Эта цифра составляет сегодня цифра компенсации 13 тысяч 450 рублей. Всего для софинансирования этих расходов в краевом бюджете сегодня предусмотрено порядка 290 миллионов рублей. Родителям, которые работают в краевых бюджетных учреждениях, установлена компенсация в размере 5400 рублей. В многодетных семьях для третьего и последующих детей путевки полностью бесплатные. Также губернатор поручил особое внимание уделить организации отдыха детей, участников специальной военной операции, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. 650 тысяч молодых деревьев в этом году высадили в регионе в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Алтайский край ежегодно участвует в международной акции «Сад памяти». На этот раз сосны высадили в Первомайском районе. Чувствует, что несет ответственность перед сыном за его будущее, объясняет Дмитрий, почему пошел на военную службу по контракту. Алтайский боец сражался на линии фронта 11 месяцев и вот приехал домой в отпуск из зоны проведения спецоперации. Его лицо мы показать не можем, скоро вернется на передовую. Каждая минута на счету, но Дмитрий нашел время на то, чтобы высадить ряд молодых сосен в лесу. Так он решил почтить память боевых товарищей и подвиг героев Великой Отечественной войны. Я здесь, потому что, если бы все помнили о последствиях Великой Отечественной войны, то, наверное, и войны сегодняшней бы не было. Поэтому я здесь, я хочу поучаствовать, почтить людей, которые тогда сложили бы за нашу страну. Деревья в память о героическом подвиге советского народа ежегодно высаживают в России. Каждый раз 27 миллионов саженцев. Столько человек погибло во время Великой Отечественной войны. Международная акция «Сад памяти» проходит уже пятый год. В ней неизменно участвует Алтайский край. Также хочется вспомнить и героев СВО, всех, кто был там, кто находится там. Ради них, ради полезного дела мы здесь находимся. Десяток молодых сосен высадил лично губернатор Виктор Томенко в Первомайском районе. Главе региона помогли участники школьного лесничества «Елочка» из Бобровской школы. Таким образом мы вспоминаем и отдаем эту самую дань памяти тем нашим воинам. И вообще всем людям, которые жили и, к сожалению, погибли, защищали страну. Кто с оружием в руках, кто у станка стоял, кто продукты производил, кто с ранеными выхаживал. Накануне весь день шел дождь. Земля была очень влажная, но погодные условия не испугали участников акции. Никаких проблем для приживаемости не будет. Наоборот, эта весна у нас благополучная для посадки лесных культур. Сегодня мы использовали лесопосадочную трубу и меч Колесова. Оба инструмента эффективны, работают в зависимости от почвы. В этом году в Алтайском крае планируют высадить около 6 миллионов деревьев. Это сосны, ели и другие породы. Участники акции «Сад памяти» уже высадили 650 тысяч из их числа. Это здорово, это хорошо, это такое великое чувство патриотизма, совмещенное с восстановлением нашей природы. Мне кажется, каждый человек, который любит природу, который дорожит нашими природными богатствами, он в жизни обязан посадить дерево, причем не одно, не только на своем приусадневном участке. Солдаты уходили и продолжают уходить на фронт из всех уголков региона. Практически в каждом районе Алтайского края есть свой сад памяти. Местные жители сами стремятся создать их, чтобы почтить память героев. Егор Матаев, Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов. Новости. Бывший директор общеобразовательной школы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Новоалтайским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Санниковской школы. Он обвиняется по статье «мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, с сентября 2019 по март 2023 года директор, используя премиальный фонд бюджета школы, путем обмана похитил более 1 миллиона 200 тысяч рублей, которые использовал в своих личных целях. Данные денежные средства были предназначены для выплаты премий сотрудникам общеобразовательного учреждения. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Главного управления МВД России по Алтайскому краю. По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. И к другим актуальным темам. В СМИ появилась информация о закрытии некоторых автобусных маршрутов в Барнауле. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин прокомментировал ситуацию. Маршрут номер 33. Комитетом решением транспортной комиссии был установлен маршрут 33Р, который работает по той же схеме, но с предоставлением права льготного проезда. То есть тем самым мы даже улучшили транспортную доступность жителей микрорайона. Они могут теперь пользоваться льготами, различными тарифными планами по данному маршруту. Еще раз повторюсь, схема маршрута не поменялась. И теперь, чтобы нам, так скажем, вот эту оказию убрать, да, 33-33Р, мы формально из документа маршрут 33 исключаем. Но я повторюсь, что маршрут 33Р как работал, так он и работает. Закрывать его не планируется. Маршрут номер 99 был временным. Он курсировал по проспекту Красноармейскому во время ремонта путепровода на проспекте Ленина. Теперь необходимости в нем нет. Маршрут закрывают. Маршрут номер 121 переходит из нерегулируемого в регулируемый. Это значит, что теперь жители поселка Октябрьский смогут воспользоваться правом льготного проезда. Что касается маршрута у нас 50-й, действительно, да, он как формально у нас есть в документе планирование на закрытие в 25-м году. Однако на настоящее время закрытие маршрута у нас не планируется. В 25-м году уже будем смотреть и актуализировать данный документ. Волейболисты университета провели третий стыковой матч за выход в Суперлигу. Студенты у себя дома принимали нижегородские АСК. Перед началом встречи барнаульская команда уступала в серии до трех побед со счетом 0-2. Как прошла игра, ставшая исторической для университета, расскажет Вадим Слюсарев. Большой праздник волейбола, иначе стыковые матчи университета и АСК не назовешь. Барнаульцы второй раз в своей истории получили шанс побороться за выход в Суперлигу. Если в сезоне 16-17 от такой возможности пришлось отказаться, в этот раз студенты приняли бой от команды главного чемпионата страны. Ожидаемо первые две игры со счетом 3-0 выиграли нижегородцы. Серия до трех побед переехала в Барнаул, и в начале этой встречи мало что изменилось. Дебютная партия прошла под диктовку АСК 25-14. Они играют гораздо чище, более системно, поэтому с такими командами тяжело играть. А поиграть против команды такого уровня – это всегда классно. Для многих ребят это первый опыт. Во второй партии зрители увидели совсем другой университет. Команда начала строго играть в атаки, защите, а также блоки. И уже нижегородцы стали допускать ошибки. Студенты смогли впервые за три матча выиграть сет и сравнять счет. В третьем игровом отрезке хозяева имели все шансы выйти вперед, но проявили гостеприимство и упустили три сетбола, а затем и партию. Просто сказал, что, ребята, или сегодня, или еще завтра предстоит нам поиграть. То есть выбирайте сами, когда вы хотите уйти в отпуск. Сегодня или завтра. Или поедем еще и в Нижний Новгород, и там еще сыграем. Это тяжелый сезон, и много игр уже и в Суперлиге, и еще эти переигрывочные игры. Я понимаю, что ребятам тяжело. Тяжело в первую очередь настроиться головой, чтобы выходить и показывать свой уровень. Четвертая партия стала заключительной в этой встрече. Все остались при своих. АСК сохранил прописку в Суперлиге, университет остается в подэлитном дивизионе. Этот сезон и конкретно серия стыковых матчей показали, что студенты могут бороться с сильными соперниками даже неполным составом. Это и помогло коллективу Ивана Воронкова завоевать серебряные медали высшей лиги. У нас в этом сезоне не было только вот явного лидера, который бы звезда. У нас все-таки, почему результат неплохой мы показали, это все-таки командная игра. У нас, во-первых, и спортивная составляющая на хорошем уровне, и плюс еще в быту, в раздевалке, в зале, во время игры. Очень хорошая атмосфера у нас была в этом сезоне. Тренерский штаб университета уверен, что команде удастся перенести свой настрой на следующий сезон. В начале июня коллектив отправится в отпуск, чтобы затем вернуться и с новыми силами бороться за победы в высшей лиге. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, Алексей Михайлов. Новости. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь.